Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала. Железнодорожный район. Двухкомнатную квартиру сегодня с вами посмотрим в этом замечательном железнодорожном районе. Двушечка в панельке от ДСК. Как обычно сейчас с вами гуляем по придомовой территории, рассказываю вам про место расположения, про вот эту локацию и переходим к обзору самой уже квартиры. Значит что у нас тут по локации, вам для понимания где мы, чего мы. Вот собственно говоря наш дом, вот эта вот голубенькая синенькая панелька от ДСК. Тут таких две, раз-два наша вот та. И вот сразу за нашим домом, вам для ориентира, жилой комплекс Лазурный, в котором шум и песни. Сразу за жилым комплексом Лазурный у нас жилой комплекс Волна и наше Воронежское море, наше замечательное Воронежское море, Воронежское водохранилище. Так, что у нас тут по школам, детсадам? Школы в шаговой доступности 105, 52, 71. Не подскажу вам по наличию мест. Честно говоря, не знаю, не знаю, потому что кто-нибудь в комментариях обязательно напишет, как мне уже писали, да там очередь, блин, на 10 лет вперед, вы не попадете в эту школу. Не знаю, дорогие мои, не буду утверждать. Я вам просто сказал, какие школы у нас здесь в шаговой доступности есть. Детский сад номер 100 и детский сад номер 25. Большое количество различных магазинов, пятерочки, магниты, вот этого всего добра здесь у нас тоже на валом. Ну а вот это жилой комплекс лазурный. Вот это все жилой комплекс лазурный. Строится, расширяется, дома растут как грибы. Ну а мы с вами обойдем наш дом с другой стороны. Пройдемся здесь по солнышку, посмотрим благоустройство при домовой территории. Ну, смотрите, в принципе, все достаточно неплохо. Видно, что чистится, убирается, что-то сажается. Вот, пожалуйста, выгул собак запрещен. Кормушки для птичек вешаются. Даже какой-то тут типа огородик, что ли, не поймешь, не поймешь чего. Ну, в общем, вполне себе неплохо. Все вполне себе неплохо. Видно, что управляющая компания работает, чего-то делает, не просто видимость создает. Вроде бы все достаточно неплохо. Ну, а вон там, собственно говоря, вот они наши ближайшие, ближайшие школа и два детских сада. Я снимал этот жилой комплекс и в скором времени опять приеду, опять его сниму. Сейчас немножечко еще потеплеет. И мы с вами сделаем обзорчик на этот жилой комплекс, посмотрим планировки квартир. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните в 8 920 22 99 356. Расскажем об условиях сотрудничества. Так, чуть-чуть мимо нашего подъезда не прошел. У нас четвертый подъезд. Ну, собственно говоря, посмотрим здесь еще благоустройство при домовой территории немножко. Все чистенько, ухожено, достаточно неплохо. Все вполне себе хорошо. Так, посмотрим с вами подъезд. Подъезд вполне тоже для дома, возраст которого 15 лет, вполне себе все неплохо. Так, у нас седьмой этаж. Поехали, наверное, на лифте. Железнодорожный район Артамонова 38Б, седьмой этаж девятиэтажного панельного дома, дома лет 15, строительная компания ДСК. Давайте, как обычно, от входной двери вот такой вот длиннющий коридор. Ну, планировка обычная, стандартная от ДСК, как они раньше строили. Долго-долгое время они так строили. Вот у нас входная дверь. Ну, давайте начнем с бонуса. У нас есть бонус у нашей квартиры замечательный, я считаю. Давайте его сразу, с него сразу и начинать. Вот у нас тамбур. Тамбур у нас на две квартиры. Вот здесь соседняя квартира однокомнатная, замечательные соседи, действительно замечательный. И тамбуром этим они пользуются, собственно говоря, эти две квартиры пользуются этим тамбуром вместе. Вот такой классный тамбурок. Смотрите, здесь все в коврах. Здесь у нас линолеум на полу. То есть, раньше при строительстве дома ДСК, когда начинали строить, да, и продолжали строить, это должен был бы быть, да что же у меня с языком-то сегодня, мусоропровод. Вот он, видите. Он, собственно говоря, и есть, но он не рабочий. То есть, их строили, их делали, но их и не запускали. То есть, это было такое помещение под мусоропровод. Оно предусмотрено было на каждой лестничной клетке. И вот, но его, повторюсь, никогда и не запускали. То есть, он был не рабочим сразу. По проекту шел, его делали, но в работе его не было. Вот, соответственно, у нас на улицах мусорные баки. Соответственно, мусор выкидывается туда. Мусоропровод просто закрыт и не использовался никогда. И собственники начали их, собственно говоря, облагораживать. Вот эти тамбура начали облагораживать, делать такой вот еще, не знаю, комнатку, такое хозяйственное помещение, где вот замечательно располагаются различные стеллажи для хранения каких-то, может быть, баночек, скляночек, каких-то закруточек, еще каких-то вещей. Вот тут замечательно все это дело можно хранить. Классная штука. В общем, вот такой вот тамбурок. Это бонус, бонус к нашей квартире. Пользуются, повторюсь, да, пользуются этим тамбуром обе квартиры и наша, и однокомнатная, которая находится вот здесь. Там хорошие соседи, повторюсь. То есть, вот это помещение можно еще вполне себе использовать. Так, возвращаемся к обзору нашей квартиры. Общая площадь квартиры 50 квадратных метров. Показываю коридор с другой стороны. Стандартная планировка ДСК на тот момент. Пол линолеум. Шкаф, видите, стоит. Есть место, где разуться-раздеться. Дальше у нас зал. Зал 19 квадратных метров. Справа налево сегодня с вами пойдем. Пол линолеум. Потолок побелка. Прямоугольная. ровная форма, никаких невыступов, никаких колонн. 19 квадратов. Сплит-система останется. Радиаторы отопления у нас вот такого плана. Ну, от застройщика еще, как от застройщика шли. Вот эти решеточки. Окошечки у нас пластиковые во всей квартире. Давайте смотреть, куда мы с вами смотрим из нашего окна седьмого этажа. Достаточно тихий зеленый дворик. Это сейчас ничего еще не распустилось, но смотрите, сколько деревьев. Будет зелено, красиво. Уже совсем скоро. Весна пришла. Это не может не радовать. И в том направлении у нас как раз таки остановка общественного транспорта. В том направлении у нас большущее количество различных магазинов. 19 квадратных метров общая площадь нашего зала. Двигаемся дальше. Дверь вот такого плана. Дальше у нас по ходу движения кухня. Кухня 8 квадратных метров. Пол также линолеум. Потолочек также у нас побелка. Так, тут вижу радиаторы поменены. Да, здесь уже другие радиаторы у нас. Окошечко тоже пластиковое. И вот эта кухонка останется нашему покупателю. Если надо, да, то есть она входит в стоимость квартиры. Если надо, мы ее с удовольствием вам оставим. Ну, не нужно, ну, заберем, вывезем. У нас газ, газовая плита. 8 квадратных метров площадь нашей кухни. На тот момент это был стандарт ДСК. Типовая планировка. Дальше у нас по ходу движения туалет. Туалет, пол, плитка, стены, покраска. Тоже все от ДСК. Здесь все от ДСК. Счетчики на воду стоят. Трубы, пластик поменены. Вот здесь вот имеется в виду, да? Ванная комната. Ванная комната. То же самое. Пол, плитка, стены, покраска. Раковина, ванна. И умещается здесь стиральная машинка, пожалуйста. Места достаточно. Ну, конечно, плиточку положить нужно будет. Так, и еще одна комната у нас осталась, которая у нас как раз-таки с балкончиком. То же самое. Пол, линолеум, потолок, побелка. Что-то у нас тут свет перегорел, по-моему. Это комната 13 квадратных метров. Радиаторы отопления вот такого плана. Окошечки пластиковые. И выйдем с вами на лоджию. Посмотрим, что у нас тут на лоджии. Пол, линолеум. Лоджию облагородили. Вагоночкой отделали. Свет вывели на лоджию. Одна лампочка перегорела, вторая работает. Горит. Тут какой-то даже столик. Тут столик какой-то даже сделан небольшой. Можно посидеть, почаевничать, в окошечко понаблюдать. Как раз-таки туда, в сторону замечательных школы и двух детских садов. А вот там, за ними, как раз-таки, видите, проглядывается наше Воронежское море. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Тихо, спокойно. Нет какой-то суеты, колготы. И вообще полный вакуум, когда окошечко закрыли. Так, друзья, переходим плавненько, переходим так с вами к стоимости нашей квартиры. Напоминаю, это у нас железнодорожный район, улица Артамонова, дом номер 38-Б. Стоимость нашей квартиры 50 квадратных метров, седьмой этаж. Состояние квартиры, ну, собственно говоря, видели, да, некоторая косметика требуется. Стоимость нашей квартиры 3 миллиона 300 тысяч рублей. 3 300, торг есть в любом случае. Для сравнения, для сравнения, вот этот жилой комплекс лазурный, который я вам показал, который находится вот он, вот он, вот, в шаговой доступности, буквально в трех минутах ходьбы. Да не в трех минутах ходьбы, мы практически на одной территории находимся с этим жилым комплексом. Детишки, гусятки пошли вокруг садика, прогуливаются с воспитателем. Вон они, видите. Вот тут, в жилом комплексе лазурный, от 4 миллионов площадь двухкомнатных квартир. Да, они несколько большей площади, 58 квадратов, здесь у нас 50 квадратов. Но почувствуйте, что называется разницу, да, от 4 миллионов там, и в нашем доме наша квартира. По состоянию вы все прекрасно видели, да, какой-то ремонт, может быть, и требуется, не буду с вами спорить. Но у нас и цена 3 миллиона 300 тысяч рублей. Начальный ценник. Мы торгуемся, мы торгуемся, безусловно. Поэтому, кого данная квартира заинтересовала, обязательно пишите, звоните. Все контакты специалисты будут указаны, как всегда, под этим видео. Набирайте. Она вам с удовольствием больше подробностей про эту квартиру даст. Насчет коммунальных платежей, может быть, еще какие-то моменты вас интересуют. Вот это все, это все уже с ней. А я свою роль выполнил, квартиру для вас снял, показал. Все, что знал, рассказал. Остальные все вопросы к нашему специалисту. Все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. Кто на наш канал еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, если видео было интересно и полезно. И, как обычно, как всегда, сотрудников компании «Этажи» просьба не беспокоиться. Все, пока. Продолжение следует...